ну хорошо мы переходим ко второй части нашего семестра к второй части нашего задания второе задание мы а по сути дела с вами уже а такие основы рассмотрели квантовой механики а дальше вот уже будем рассматривать и трехмерные задачи новые модели и вот как мы с вами видели для в трехмерном случае появляется дополнить новое по сравнению с одномерным и предыдущим случаем физическая величина это момент импульса и вот мы с вами начинаем этот семестр с момента вообще говоря момент он играет очень важную роль во все во всех задачах которые мы будем рассматривать которые в принципе встречается в жизни на этом на свойствах состоянии с определенным моментом построено очень много и эффектов и решений разных задач поэтому это один из таких ключевых моментов и вот сегодня мы с вами начнем рассматривать момент как таковой вот как описывается позиции формальных пока мы не будем привязывать какой-то конкретной физической системе просто вот рассмотрим свойства состояний которые будут соответствовать определенному моменту и какие отсюда можно будет получить соответствующие результаты и мы с вами затем рассмотрим такой важнейший частный случай когда момент 1 1 2 равен то есть спину 1 2 частицы поскольку основная частица которая у нас вообще физических системах присутствует это электрон электрон обладает спином 1 2 и вот она свойства спина 1 2 и на том что электрон именно такое таким спином обладает а вот все что здесь нас окружает и построить если бы было по-другому мы мир был бы другим и так вот у вас есть задание если вы посмотрите там начнем мы с упражнений также как и первое задание начинали поскольку нам надо разогнаться а потом будем уже рассматривать физические системы ну и кстати обращаю ваше внимание на то что вот во втором задании упражнений мало и мы по сути дела их рассмотрим но если не все на первом семинаре то на втором точно мы закончим рассматривать и перейдем уже к решению физических задач и по и начнем мы с вами с таких с общих пока соображений чтобы мы оттуда с вами легко увидели а и получили а и получили свойства системы со спином 1 2 вот у вас первое упражнение постройте матрицы операторов углового момента жизнь же игрек и же z а также же квадрат g плюс минус для квантовой системы с моментом же равном единице как выглядят собственные векторы операторов же квадрат и же z вот видите вот такой вот вопрос то и заодно мы с вами и вспомним опять таки основные положения основные как применяются основные постулаты которые мы сформулировали в самом начале так момент как вы помните физической величине момент соответствует оператор момента да а и поскольку он определяется физическая величина определяется координатой и импульсом которые между собой не коммутирует то вот соответственно оказывается что и различная проекция оператора момента не коммутирует между собой значит они не могут быть одновременно измерены заданной точностью и с любой точностью точнее точно и таким образом вот на этом построены все свойства которые описывать систему с определенным моментом и так поскольку мы просто говорим о моменте об угловом моменте идет а тут не зря так сформулирование моменте импульса а моменте угловым его с вами вели как оператор который определяет изменение состояния при преобразовании в поворот вот такая система и так мы обзываем буквой же оператор момента и вот соответственно я напомню вам основные коммутационные соотношения дальше мы будем уже работать так я поскольку трудно на таком расстоянии коммуницировать вместе тогда начинаю что-то писать вы пишете а потом не говорите что получили я тогда буду пытаться на доске писать под вашу подсказку и так сперва я должен напомнить вам коммутационные соотношения и основные другие свойства и так если у меня проекция момента вот же альфа же бы это у меня коммутатор этих двух операторов определяется таким соотношением и альфа бета гамма ну и соответственно как мы с вами видели поскольку при поворотах скаляр не меняется и вот с оператором векторным можно связать такой один скаляр g в квадрате вот g в квадрате коммутирует с любой проекции оператора момент а то есть у меня два квантовых числа определяет это состояние с определенным моментом не три проекции как хотелось бы да вот у оператора импульса все три проекции коммутирует между собой оператор проекции координаты то же самое а вот у момента не так происходит ну и соответственно поэтому можно как вы видите выбрать какие-то поскольку с g в квадрате все коммутируют и понятно что а же квадрат это основной оператор это величина он определяет величину момента а с ним все проекции коммутирует и поэтому для того чтобы выбрать систему в которой мы будем тогда дальше описывать состояние вы понимаете нам нужно выбрать представление то есть нужно выбрать состояние которое а будут собственными состояниями каких-то какой-то системы коммутирующих между собой и эрмитовых операторов правильно да вот вспомнили наше основное положение значит тогда выбирает так называемое стандартное представление ли стандартный базис его мы обозначим также в квадрате gz то есть у меня определены состояния для операторов g в квадрате и gz значит что мы тогда можем написать пишем систему коммутационных уравнений на нахождение вот этих собственных векторов и так я уже не буду там дальше какие-то общее соотношение писали что этого достаточно было на лекции так вот у меня а для оператора квадрата момента собственный вектор и мы с вами видели что квадрат определяется максимальной проекцией значит вот g это есть максимальная проекция оператора момента максимальная м м g да ну вот я здесь mz напишу м м g здесь вот м и так и определяется квадрат вот таким соотношением же наживкой саде и поэтому по идее момент это корень из этого выражения поясню что это будет иррациональное число и поэтому принято оба говорить что момент равен такому-то такой-то величине пода понимая под этим максимальную проекцию понятно да значит вы должны совершенно четко понимаете не делать дальше никаких вот таких ошибок которые очень распространены же не может быть отрицательным числом потому что это максимальная проекция а значит я понимаю что же и то есть бы величина не отрицать и проекция gz определена это есть м м и вот а проекция так как раз она может принимать как положительные так и отрицательные значения поскольку же максимально значит на проекция не может быть больше же ну и вот из тех в общих соотношений которые мы писали из изотропии в частности пространство значит минус минимальная проекция по модулю равна максимально насчет у меня а так вот здесь направлен дальше а мы с вами вот тоже получали и видели что проекция может изменяться только на единицу вот мы с вами понимаем что а тогда у меня число да еще забыл кстати сказать дальше значит опять-таки вспоминаем основном некоторые следствия свойств решения уравнения шрилингера или теорем как это принято значит вы видите что у меня получилась система а четырех операторов каждый из три оператора коммутирует вот с основным же в квадрате но не коммутирует между собой и вы должны помнить что спектр оператора же в квадрате обязательно должен быть каким вырожденным вырожденным по проекции этой и вот это вот число вы если вы посмотрите сколько у меня разных проекций будет вот это n это есть 2g поскольку от минус же я должен перейти к плюс же через единичку а значит вы видите отсюда что максимальная проекция может быть может принимать только а значение такие целые или полуцелые если н нечетно это полуцеллое число шагов то полуцеллое число же будет если чётное то значит целое число вот это такая вещь и так это мы с вами тоже хорошо понимаем дальше а вот что обычно всегда используется в операциях с в различных выкладках и в представлениях системы с определенных моментов это то что удобно работать не с декартовыми проекциями gx g y а с проекциями которые будут линейными комбинациями их это не ермитовый оператор и так я вожу оператор g плюс-минус который ниже x плюс и и же и вот я их поставил эти операторы вот плюс-минус вот два не нервитовых оператора значит вы видите что если я возьму эрмитовский сопрягу же крестик что у меня получится давайте посмотрим gx эрмитов оператор эрмитов а значит а же крестик сюда ставлю до gx он сам себя переходит g y крестик а здесь что мне бы и на минусы и так а это есть же минус то есть у меня это два эрмитовский сопряженных оператора по сути дело у меня один оператор g и есть ему эрмитовский сопряженный да а значит вы должны понимать что g плюсик в прямом пространстве действует на кет векторы также как же минусик действует сопряженным до набра вектор понятно да а вот помните я вам в тесте давал упражнение вы тогда должны понимать что вот если я напишу g плюсик на gm ну или на какое-то другое состояние здесь вот крестик поставлю вы должны понимать что это и gm g минусик вот я а получил такие соотношения так теперь давайте мы немножко разорка разомнёмся вот у меня есть коммутационные соотношения основные вот она а когда я ввел же плюсик и g минусик это линейная комбинация gx и g y значит ясно что у меня коммутатор g в квадрате g плюс минусом чему равен а нулю правильно ваша и жизнь же и грек коммутирует с этим а вот теперь я вот для проекции должен построить коммутатор так давайте посчитаем gz g плюсиком для начала и так подставляем а что мы получаем сперва сумму сумму двух коммутатора давайте напишем так gz gx плюс и gz g и и а теперь вспоминайте снова вопрос в тесте был похоже только для x для l для орбитального момента и так вот этот коммутатор чему равен а чему давайте сюда посмотрим начнут смотрите z x остается y правильно да порядок правильный циклический переставляем получается x y z правильный порядок и здесь и да вот вы и забыли да а значит будет так и же и грек а дальше смотрим здесь что у меня будет gz g и грек какая проекция да значит плюс и а здесь будет gx но да потому что порядок неправильный и так вы видите что это есть g плюс вот я давайте сотру это соотношение вы видите что очень такая красивая формула получать gz g плюсом коммутирует и дает g плюсик а теперь же минусом надо про кому коммутатор вычислить есть два способа вычислить этот коммутатор один как например так же как мы только что для g плюса считали а другой он более красивый красивый который основан вот на этом свойстве да то есть вот если мы возьмем а и сделаем эрмитовское сопряжение да у меня gz останется g плюсик перейдет g минусик но оператор а коммутатор в коммутаторе поменяется местами операторы да а этот придет g минусик дальше снова возвращаем и получается что минус g минус вот я тогда могу вот одной формулой все это написать вот такое замечательное коммутационное соотношение ну и наконец давайте еще теперь самостоятельно посчитаем g плюс g минус коммутатор что тут доска плохо на доске плохо пишет чему равен вот этот коммутатор а самостоятельно быстренько посчитали тут уже формально должно быть 4 слагаемых но поскольку каждый сам с собой коммутирует тоже останется 2 правильно да не показали что вы уже там но смотрите там вот опять таки а вот этот у меня коммутатор двух не эрмитовых но эрмитовский сопряженных операторов этот коммутатор будет эрмитовым оператором или нет эрмитово значит уже вы понимаете что здесь будет что за оператор вот вы видите что два оператора два коммутатора они одинаково только операторы переставлены в них местами то чтобы откуда и там взялось 2gz получается ваш же эрмитов оператор вот видите два же за это очень вот такие вот а замечательные коммутационные соотношения после чего мы с вами должны тоже записать очень важное такое соотношение которое часто будем использовать и дальше и в принципе когда мы будем писать вот когда будем упражнение решать когда будем составлять скалярное произведение оператора момента с каким-то другим вектором удобно тоже это скалярное произведение выражать через g плюсики же минус понятно да вот давайте мы тогда видим что оператор же в квадрате вот я его я же его как в декартовой системе а если записывать то вы понимаете как вы привыкли к нему же z квадратия вперед напишу g x квадрате плюс g y квадрате вот а теперь я могу вот сделать также вот видите как мы для осциллятора делали до x и п x квадрате и п в квадрате и у нас что там получилось ввели мы операторы а я крестик да и это квадратичная форма свелась к чему нет ассоциации вас эти да забыли осциллятор а какого какой вид имеет гамильтонян осциллятора через повышающий понижающий пират должны помнить это такая очень важная форма ну хорошо давайте попробуйте сейчас выразить а вот этот оператор через g плюсик и g минусик а g x квадрате же y квадрате замените на g плюс минус давайте посмотрим что получится вот это очень важная для нас формула мы будем очень часто использовать и она поэтому а должна у вас быть все время по крайней мере пока вы квантовую механику изучаете в вашем сознании а потом уж как повезет повезет ну вот смотрим сюда на определение gx это и что такое полусума г плюс и g минус да а ж и y разность но делить на что на 2 и поделить ну вот видите сразу и ответ получили квадрат g плюсик не может входить потому что там и и и без единички и и в квадрате и что получается gz в квадрате плюс вот вы запомните вот такое очень важное соотношение дальше вы можете вот эти все операторы переставлять используя вот это коммутационное соотношение и а она нам нужно было когда мы вычисляли а как чему рай равен квадрат момента как он выражается через максимальную проект я сейчас не буду выписывать это выражение потому что в задачах как правило используется именно вот это вот соотношение вот и она нам а именно и будет нужно вот в наших ближайших выкладках наши ближайших упражнений так вот смотрите осталось только нам вспомнить следующее что мы с вами должны помнить это как действует операторы g плюсик понятно что он изменяет этот оператор правильно поскольку он а оператор же плюс не коммутирует g z и вот это повышающий оператор он повышает состояние проекцию состояния на единичку а а дальше вы помните что такое важное свойство g плюсик на состояние с максимальной проекцией дает ноль да вот я не буду выводить этот матричный элемент а мы его попытаемся из таких из общих сабы понять каким свойством он должен обладать с тем чтобы вы легко могли потом вспомнить если вам понадобится чему как выглядит этот матричный элемент так смотрите поскольку у меня вот предъявлено вот это вектор с максимальной проекции должен быть получен ноль а значит у меня вот я получаю это же минус m вот если я напишу g минус m да при m равном g у меня получается ноль ну а дальше вы понимаете что этот оператор повышает на единичку проекцию вы ее туда добавили вот видите вы написали а вспомнили легко оператор оператор g минусик понижает проекцию на единичку g m минус 1 а здесь то же самое вы пишете значит у вас когда m на минус m меняете g плюс m g минус m плюс 1 то есть вы видите или можно то же самое сказать что я а здесь m плюс 1 а здесь m минус 1 поставил ну вот у меня перешел тот же самый матричный элемент вы же помните вот он соотношение понятно да вот мы вспомнили с вами основные соотношения оператора момента а теперь мы можем с вами решить упражнение которое в вашем задании сформулировано конкретно для g равного единицы мы построим состояние и построим матрицы операторов в стандартном представлении так вот когда говорится о том что мы построим вид оператора вы помните что оператор мы определяем в виде матрицы после того как выбрали базис правильно да а значит вот у меня система собственных система уравнений которая определяет собственные векторы которая определяет полную систему векторов значит вот смотрите тогда у меня вот такие векторы значит у меня меняется g и m вот два квантовых числа тогда вспоминаем помните мы говорили если есть у меня оператор какой-то если я выбрал а базис какой-то n он обладает таким свойством что сумма по n есть единичка вот такой вот оператор который позволяет вам все разложить и представить в данном базисе то или иное выражение оператор или вектор правильно значит здесь у меня будет тогда единичный оператор какой вот значит еще раз каждому оператору если я выбрал B ставится в соответствии матрица n штрих F n то есть мы вот так вот его обзываем F n штрих если мы вспомним как мы вводили мы вот таких определяли сейчас итак вот у меня проекционный оператор он что делает он любой там вектор проектирует на вот этот вектор да вот я сюда пишу когда у меня вот такое выражение будет равно единице нет по всем G и по всем F то есть у меня двойная сумма вот я вам должен по G все зависит от того целое или полуцелое G и по M значит я по G и по M а по G по всем возможным от нуля по всем целым или от одной от одной второй по всем полуцелым понятно да это единич единичный оператор но если у меня вот теперь система вы знаете что она точно обладает данным значением квадрата импульса то внутри этих состояний у меня при фиксированном G у меня единичным оператором будет вот такой это оператор который задает представление в состоянии с заданным моментом G понятно да ну все вот теперь мы будем строить с вами матрицы этих операторов значит начнем с того что у меня вот эти в стандартном представлении то есть в этом итак я пишу G в квадрате G M и здесь я матрицу пишу G штрих M штрих ну поскольку у меня заданным значит я здесь штрих стираю понятно да это матрица для данного G мы с вами пишем ну в принципе могу здесь G штрих оставить ну давайте наверное может быть так итак вот этот оператор действует на этот вектор что дает это же собственный правильно вы же помните что в собственном базисе все операторы какие диагональные диагональные значит у меня что здесь будет G на G плюс 1 а здесь вот видите G штрих M штрих G M они ортогональные то есть это будет G на G плюс 1 дельта G штрих G дельта M штрих M ну если я рассматриваю теперь только состояние с моментом единичка значит это у меня само по себе получается итак матрица получается тогда для G равного единицы какого ранга для G равного единицы сколько разных состояний с разными проекциями может быть 3 правильно какие мы сейчас их с вами напишем 1 0 минус 1 то есть у вас вы помните проекция от минус G до плюс G меняется через единичку итак вот такая матрица теперь я пишу G Z G M ну и дальше я уже здесь G штрих не буду писать а M штрих напишу это собственный вектор хотя здесь то же самое будет да вот я могу здесь вот тоже штрих написать итак у меня получается M да то же самое что здесь G штрих M штрих G M то есть мы по прежнему получаем что у меня в собственном базисе естественно оператор диагонали дельта G штрих G дельта M штрих M вот такие матрицы итак теперь у меня всего понимаете что M меняется от минус G до G итак M какие значения принимает еще раз перечислим минус 1 0 и 1 итак как матрицу построить нам с вами значит я тогда пишу что G матрица которая ну вот видите тут двойной индекс я просто поэтому G в квадрате стрелочку напишу это матрица в этом стандартном представлении какой вид она будет иметь давайте напишем матрицу вот он написан для G равного единице какой вид матрицы имеет что на диагонали стоит G в квадрате а еще раз ну и чему это равно двойки таки говорите два будет стоять не бойтесь это же не оценка да вот мы ее написали матрица то есть она пропорционально единичная эта матрица теперь построим GZ матрица какой вид она имеет матрица тоже диагональная да вот а дальше смотрите вот у вас возникает там проблема как дальше писать ну G в квадрате все просто было здесь-то уже Z разное значение на диагонали стоит да вот для того чтобы было удобно представлять матрицу вот же как матрица там какая-то матрица А и К да И принимает 1, 2, 3, 4 и так далее и К тоже там 1, 2, 3, 4 вот для того чтобы поскольку матрица квадратная и удобно было представлять часто удобно просто взять и пронумеровать собственное состояние по какому принципу ну по принципу например возрастания или убывания какого-то квантового числа да здесь в данном случае проекции момент и так вот давайте мы сейчас запишем три состояния наших 1 ну максимальная проекция начнем 1, 0 да 1 плюс 1 1, 0 и еще какое 1, минус 1 а теперь берем и нумеруем вот это вот это вот мы присвоим номер 1 этому номер 2 а этому номер 3 вот они n видите вот мы же когда вы писали просто для вас не было никаких проблем да здесь вот как значит нужно договориться взяли пронумеровали и тогда вот если мы так пронумеровали какой вид имеет матрица значит 1 1 элемент да 1 дальше будет что и последняя строчка минус 1 вот такая матрица у нас получилась теперь нам надо построить матрицы для g плюс и g минус а матрица g x и g y мы легко можем получить тогда используя вот определение операторов g плюс и g минус правильно итак давайте посмотрим а итак я опять матрица вот мне пронумерованы эти состояния да давайте с g плюсика начнем g плюсик на первое состояние действия это у меня g плюсик 1 плюс 1 что получится а итак это состояние с какой проекции максимальная же проекция правильно 0 получится итак это 0 теперь я дальше пишу g плюсик на а второе состояние 1 0 здесь у меня что получится а вот мы g равно единичке m равно нулю под корнем что стоит двоечка да корень из двух итак матричный элемент корень из двух а состояние какое первое о молодцы сразу написали единичку сюда да и осталось подействовать на последнее состояние на третье что мы получим я даже выписывать не буду здесь вы сами пишите что получим как 0 ну давайте корень из двух а какое состояние то есть второе а теперь мы строим матрицу g плюс итак вот мы видите это мне какой будет столбик вот первый столбик значит все элементы первого столбика я получу подействовав бра вектором всеми бра векторами на вот этот вектор да ну поскольку здесь 0 у меня здесь везде нули будут стоять дальше в первом столбике ничего нет ко второму столбику переходим действуя на все что у меня получается какой элемент отлично от 0 1 2 да как у вас корень из 2 и все больше нет к третьему столбику переходим вот матрица такая получилась да а хорошо ажи минусик матрица мы построим как а как и что получится как то что а ирмит а транспонировали у меня все элементы действительные значит просто транспонированные матрица и так получается 0 0 0 корень из 2 0 корень из 2 0 вот такая матрица видите а теперь вы матрица оператора же x и x и y получишь соответственно сложив и поделив пополам да или вычев и поделив на 2i ясно да и так вот вы построили эти матрицы а теперь давайте попробуем еще такой важный шаг сделаем а и так а в этом представлении как мне задать собственные векторы вот у меня например вот еще место осталось вот здесь вот я напишу у меня первый вектор да это есть 1 плюс 1 а что значит задать представление этого вектора в собственном базе значит снова вот сюда возвращаемся да вы видите что ψ это есть а а н на н правильно да где у меня здесь представление этого состояния ψ а а н да вот эти вот коэффициенты проекции что они тогда представляют помните мы писали вот у меня операторы представлены в виде матриц а значит эти матрицы действуют на соответствующее представление этих векторов правильно то есть это будут что столбики для кет вектора да и строчечки для бра вектора и так давайте попробуем посмотреть вот этот вектор как тогда в нашем базе если будет представлен что боитесь то вы же писали это в линейной алгебре уже многократно то же самое дальше запишем один нолик у вас будет каким столбиком записан и наконец один минус один вот ваши векторы понятно вот вы записали в этом базисе вот вашего представления ваши векторы понятно да что вы улыбаетесь это вот улыбаться можно по двум или по трем либо я глупости говорю либо слишком просто либо ничего не понятно что из трех значит первое хорошо но будем считать что так эти глупости мы перед перерывом рассказали я сейчас доску сотру ну надеюсь понятно да и так вот а теперь мы используя то что мы здесь написали перейдем к следующей части так мы перейдем сейчас к следующей нашей теме это спин 1 2 спин половинка вот мы с вами рассмотрели сейчас пример жи равном единичке вот оказывается что есть же состояние как мы с вами говорили которое можно представить в координатном пространстве как функцию координат а если это внутренней степени свободы то вы конечно уже не представите это как функция координат ну и можно рассматривать предыдущий случай что жи может быть и то и другое и тогда вот мы имеем единственную возможность представить это вот выбирая базис вот из общих положений как мы с вами говорили и записывать и векторы и операторы вот в таком соответственно виде и вот теперь вы видите что жи может максимальная проекция и соответственно момент может принимать значение либо целое либо полуцелое и минимальное отличное от нуля значение жи равно чему смелее одна вторая итак а вот рассмотрим самый простой случай который может быть вот видите жи равно одички нас три состояния а жи равно одной второй сколько состоит два состояния то есть все что у нас будет а будет описываться матрицами два на два и векторами столбиками там а всего вот с двумя компонентами итак жи равно одной второй обычно если мы говорим в этом случае о спине то часто принято вот жи одна вторая присваивать обозначение буквой с спин вот хотя для электронно спин буквой с обозначается для ядер спин обозначается другими как правило буквами для того чтобы различать разные частицы разные подсистемы и вот разными буквами их обзывает но обычно когда о спине говорят его буква с обозначает итак смотрите жи у нас безразмерный оператор был вот я перехожу теперь к спине одна вторая спин тоже безразмерный оператор но сейчас мы с вами сделаем несколько вот напишем несколько соотношений исходя из того что мы до этого писали но для спины одна вторая а потом вот я вам сделаю некое пояснение итак если спина одна вторая а значит вы понимаете что у вас система стандартное представление будет задаваться собственными векторами оператора в с квадрат и с z в отличие от орбитального момента спин не может изменить свое значение это есть характеристика частицы такая же как там заряд масса если у частицы спина одна вторая значит эта частица со спином одна вторая а если я туда прилеплю спин единица это совсем другая частица будет понятно да итак спин это есть свойство частицы и оно не может измениться ни при каких условиях только при условии что эта частица перестанет существовать а вместо нее будет другая частица итак спин не меняется значит у вас тогда вы понимаете что система уравнений которую мы писали s в квадрате s ms вот здесь вот будет s на s плюс 1 единичка ну здесь у нас что тогда будет стоять квадрат 3 четверти правильно спин 1 2 рай вот сюда я 1 2 пишу здесь я пишу 1 2 ms вот я так видите постепенно меняю запись а s тогда у меня 1 2 уже теперь буду писать ms это есть ms 1 2 ms и ms у вас какие значения может принимать а плюс минус 1 2 все итак смотрите мы писали с вами а раньше состояние gm а здесь мы будем s ms итак вот я пишу s ms для спина 1 2 поскольку спин не может измениться я здесь пишу 1 2 ms ну если спин не меняется то зачем его тогда указывать это же неизменно значит я тогда а для спина 1 2 у меня недоразумений здесь не будет я 1 2 выброшу ну дальше я пишу что это есть плюс минус 1 2 но если эти две проекции только знаком отличаются зачем мне эту 1 2 писать правильно я буду писать так плюсик или минусик вот видите как мы сильно сократили нашу запись и очень удобно тогда все писать значит теперь вот эти состояния плюс или минус они в литературе еще иногда обозначается так стрелку вверх пишут а эту стрелку вниз пишут я честно скажу мне это не нравится потому что это немножко неправильно не совсем правильно никаких стрелок нет у спина но вот чисто визуально это иногда бывает удобно но точнее вот все это связано примерно с историческим развитием этих представлений понятий так же как если вы вспомните у вас было может быть в школе даже такая глупость была как понятие было масса покоя частицы но мы же понимаем что как говорил известный персонаж как как соситрина масса она только покоя бывает ничего другого нет то есть вы ее это понятие определяете только в системе где частица покоя там где она не покоится вы определяете энергию этой частицы вот и таким образом и здесь вот у вас в начале пытались со спином связать какие-то вращения частицы и так далее но никакого вращения здесь нет это внутренней степени свободы и вот отсюда соответственно тогда значит вроде бы какое-то направление у вектора есть но это не совсем так и поэтому вот ну даже если бы мы говорили о каком-то направлении вы же понимаете что в силу вот коммутационных соотношений у вас направление не определено правильно да в силу соотношения неопределенность вы определяете только проекцию на какую-то ось а проекция это не есть направление поэтому стрелка это плохо да ну иногда вот значит проекция туда или сюда направлена так пишет но это еще не все что связано с этим итак давайте тогда попробуем матрицы построить которые у нас получается для операторов с спина так же как для момента же нам удобно ввести вот такие операторы с плюс минус которые есть с плюс минус и с y это те же самые повышающие понижающие операторы и давайте тогда попробуем записать матрицу операторов sz как мы какой вид будет иметь матрица оператора sz вот мы сейчас для момента единицы написали для спины 1 2 все гораздо проще будет да ну во первых и говорить это матрица какая диагональная значит 1 2 ну и можно взять и вынести 1 2 а здесь 1 0 0 минус 1 тогда вот вместо этой матрицы удобно записывать другую матрицу и она обозначается другой буквой 1 2 сигма z давайте теперь s плюсик напишем какой вид с плюсик а какой вот такой да так а s минусик сопрягли а теперь построим sx и sy какой вид имеет sx матрица полусума да то есть вот такая матрица и я тогда могу ее записать 1 2 и тоже видите матрицу сигма x напишем а теперь s y напишем какой вид имеет разность будет да это минус вот это и делить на i да вот здесь вот у нас минус единичка здесь плюс единичка здесь и ну обычно принято а и заносить в матрицу а здесь одно второе осталось значит тогда мне как будет выглядеть вот так вот да это так называемые матрицы паули сигма x сигма y и сигма z и тогда часто используют следующее представление вместо оператора спина который у вас здесь был вот тоже это вектор видите у него компоненты матрицы используют сигма и вот вот здесь вот как раз и есть самое сложное вы в литературе увидите вот такое вот соотношение аж попало но вы же видите что мы момент ввели безразмерный а спин как оператор который определяет определяется со внутренними степенью свободы и подавно безразмерно да значит вообще говоря вот исторически это так принято но вы понимаете что это вообще говоря неправильно потому что я приписываю спину определенный момент импульса а его нет что связано со спином мы потом с вами посмотрим и вот следующее упражнение мы с вами поговорим как-то его обнаружили значит он как-то взаимодействует вот вот эти оператор внутренней степени свободы которую мы поставили соответственно оператор как-то должны с чем-то взаимодействовать чтобы мы их обнаружили правильно не будет взаимодействия мы не обнаружим ничего но мы с вами поэтому будем здесь одну вторую писать не будем аж писать хотя вот еще раз это практически везде вы увидите что спин есть аж пополам сигма вот но я надеюсь что в дальнейшем никаких недоразумений у вас не будет и так написали теперь давайте попробуем посмотреть почему вот сигма так хороши эти операторы давайте попробуем посмотреть на оператор SZ вот вы видите что SZ у вас на состояние плюс-минус одна вторая дает плюс-минус вот я здесь давайте плюсик сотру одно второе а если я второй раз подействую я что получу ну понятно что квадрат он не отрицательный же будет да то есть вы получаете вот такое соотношение то есть SZ в квадрате диагональная матрица она пропорционально единичная не просто диагональная а она пропорционально единичная тогда давайте попробуем посмотреть а вот эта матрица сигма Z в квадрате во что переходит легко вот сюда посмотреть смелее еще раз единичная да ну вот вы же видите квадрат Z возвел одна четвертая сигма Z в квадрате одна четвертая уже там есть значит сигма Z в квадрате единица это единичная матрица а сигма X в квадрате сигма X в квадрате ну давайте возведем в квадрат эту матрицу что получим единицу конечно тоже а сигма Y в квадрате что тоже единица вот видите какие хорошие матрицы Паули почему матрицы Паули удобнее чем вот эти матрицы операторов спины S да потому что их квадрат равен единице тогда я вот могу немножко переформулировать но вот пока я декартовы координаты рассматривают это так а вот когда я буду сигма плюсик сигма минусик наоборот видите здесь вот у меня лучше было для спины но это надо помнить значит тогда я могу для сигма операторов записать коммутационное соотношение как оно изменится но будет и стоять е альфа бета гамма будет стоять да сигма гамма правильно то же самое только у меня сигма в два раза больше чем с значит что я сюда должен поставить наоборот двоечку двойку должен поставить итак смотрите вот мы здесь все написали теперь дальше будем смотреть вот мы теперь понимаем что поскольку спина одна вторая не меняется значит у меня вот два состояния плюсик и минусик представляет из себя базис правильно да значит это состояние с определенной проекцией на ось z а если у меня состояние не имеет определенную проекцию на ось z как мы тогда запишем это но часто спиновое состояние буква х вызывается вот я так запишу итак как тогда записать произвольное спиновое состояние а ну вот принято так писать альфа и бета да а теперь мы а смотрите в выбранном нашем базисе вот этот плюсик он какой вид имеет помните мы писали это столбик да какой один нолик да а минусик 0 1 да а вот это произвольное состояние хи какой вид имеет альфа будет вот такой столбик теперь я понимаю что у меня они нормированы и этот вектор тоже нормирован это есть единица чему этот равен значит мы тогда пишем с вами давайте напишем бравек вот вот отсюда как он будет выглядеть ну я же сопрягаю да на плюсик плюс что на минус и альфа плюсик и так я перемножаю все и что получаю правильно да и так если у меня хи вот так вот записан то бра как будет записан да вот я так записал и так вот смотрите теперь дальше приняты такие еще обозначения если вы вот в химии обычно в квантовой это сильно часто используется ну и не только вот это вот у меня хи плюс одна вторая это хи минус одна вторая вот используются такие тоже обозначения почему так обозначают потому что вот видите у вас в трехмерном пространстве вектор он трехкомпонентный да а здесь вроде бы вектор двухкомпонентный это спинор вот когда у вас вектор четное четное число компонентов имеет это спиноры соответствующего ранга понятно да но поскольку нам не нужна вот эта спинорная алгебра мы ее не будем дальше развивать я просто вам говорю что такое вот есть вы должны понимать что он вот это такое и еще это обозначается буквой альфа и буквой бета это вот квантовой химии так принято обзывать понятно да вот вот все эти вот обозначения они совершенно идентичны могут и так и так использоваться еще и вот эти стрелки то есть все что вы встретите где-нибудь в литературе вы должны понимать что все это одно и то же понятно да так хорошо теперь мы дальше посмотрим вот что такое так как тогда понимать какое-то произвольное состояние вот это хи это же по-прежнему спин одна вторая правильно но это состояние не имеет определенной проекции на ось z ну куда-то она может иметь определенную проекцию да значит это состояние соответствует определенному значению проекции на какое-то направление понятно да ясно да вот какое-то направление n задается единичным вектором n я нарисую картиночку x y z а вот у меня единичный вектор n угол θ и φ да вот вот у меня тогда единичный вектор n такой имеет это синус θ косинус φ синус θ синус φ и косинус θ вот у меня такие компоненты этого единичного вектора и тогда вот я говорю хи это есть собственный вектор проекции оператора сигма на ось n да вот я тогда введу сигма на n оператор вот так мы на собственно или лямбда давайте ну чтобы мы понимали что это лямбда это проекция на эту ось определен вот мы хотим найти такое направление если у меня n параллельно x то тогда это будет сигма x правильно да если n параллельно y сигма y ну и так далее да значит я тогда вот это лямбда это есть какое-то m давайте все-таки m напишу непонятное тогда я понимаю что вот это m как у меня здесь было написано это есть альфа плюсик плюс бета минусик пусть у меня n параллельно оси x да тогда вот это альфа и бета должны представлять как вы помните матричные элементы оператора сигма в стандартном представлении да значит смотрите я тогда понимаю что сигма x на m это есть ну вот mx на mx mx здесь написано как их найти а значит я тогда спроектирую на состояние на состояние положительной проекции на yz сигма x на mx то есть это будет а как вы понимаете плюсик mx mx плюсик на mx да и как оно будет выглядеть плюсик на а mx у меня будет альфа правильно с другой стороны давайте попробуем посмотреть что у меня вот это вот mx это же есть суперпозиция вот этих а значит альфа на mx вот я написал правильно сюда с другой стороны вставлю сюда единичный оператор получается плюсик сигма x а здесь у меня будет сумма плюсик плюсик да и здесь у меня mx итак мы с положительной проекцией за номером под номером 1 состояние с отрицательной за номером 2 да то есть у меня что получается тогда ну давайте плюс сигма x плюсик вот матричный элемент сигма 1 1 а здесь у меня что получается плюсик на вот этот mx что даст альфа да а здесь будет плюс плюсик сигма x минусик а здесь что у меня будет бета вот у меня вы видите так вот все это записалось и так вы видите что мы получаем такое вот соотношение теперь дальше с одной стороны с другой стороны вы видите что вот это вот альфа бета вот вектор который мы здесь находим это и собственный вектор оператора сигма x матрица матрица сигма x да итак давайте посмотрим теперь на наше вот соотношение а значит сигма x плюс минус чему равен 1 2 матричный элемент вон там единичка а значит а этот нулю а значит мы получаем что это есть бета значит альфа мх равно бета то же самое мы делаем для а минусика и получаем обратное соотношение да значит мы получаем что у меня альфа равно бета да альфа равно бета дальше мы воспользуемся вот этим условием нормировки и получаем что вот это состояние мх равное скажем плюс 1 2 это есть корень из 2 1 1 мх минус 1 2 корень из 2 1 минус 1 вот у вас получились два таких вот ортогональных вектора друг с другом и так еще у меня есть немножко времени для того чтобы мы с вами получили очень важное соотношение которое отсюда следует и так что мы с вами видим а дальше вы дома поработайте мы продолжим из того что и так мы видим с вами что понятно что проекция на ось икс икс у вас принимает вот исходя из того что там написано мх какие значения может принимать а плюс-минус 1 2 вот это от всего этого следует теперь я рассматриваю вот этот оператор сигма на n и хочу рассмотреть mn какие значения mn ну для сигма мы единичку здесь напишем сигма в два раза больше тогда вот это mn какие значения может принимать а то же самое плюс-минус 1 правильно у вас n может быть x y или z понятно да хорошо сигма на n в квадрате чему тогда будет равно единица замечательно и теперь давайте попробуем расписать все вот это что мы получили значит сигма альфа n альфа сигма бета n бета сигма альфа сигма бета n альфа n бета и это равно единичке с другой с другой стороны я понимаю что n в квадрате это есть n альфа на n альфа это есть единичка значит для того а n вот видите у меня он же произвольно направлен значит для того чтобы это было единичка мне нужно чтобы а сигма альфа на сигма бета давало единичный оператор правильно но не совсем единичный потому что они не перестановочные эти операторы и я тогда могу сделать следующее преобразовываю 1 2 сигма альфа сигма бета сигма альфа n альфа n бета вот это теперь вы видите что я могу обычное соотношение для танзоров писать обычных операторов и вижу теперь что для того чтобы так выполнялось все это я вот сюда напишу я должен потребовать чтобы а сигма альфа сигма бета плюс сигма бета сигма альфа это коммутатор антикоммутатор когда со знаком плюс он фигурными скобками обозначается тоже двоечка правильно так возьму и сложу вот эти два выражения вот это и вот это и что мне тогда получится чему равно ну над сигмами часто шляпки не пишут поэтому я не буду писать что получится дельта альфа бета но этого не это не все на на что вот и так смотрите вот для спины 1 2 или для матриц паули вот такое замечательное соотношение получилось поэтому вы видите что здесь мне нужно было симметризовать с первого выражения потому что если я теперь пишу сигма альфа на сигма бета у меня свертка антисимметричного тензора симметричным дает 0 и поэтому я обязательно должен был бы его этот тензор учитывать правильно да то есть я могу сказать что это единичный тензор с точностью до антисимметричного тензора поскольку у меня здесь свертка с симметричным тензором понятно да и так вот мы получили такое замечательное соотношение теперь смотрите а у нас звонок уже прозвенел и пожалуйста а начните решать 4 упражнение теперь смотрите мы с вами вот по сути дела обозначили что нужно делать для сигма x до сигма y вот для вот когда здесь решали а теперь вы для сигма и для произвольного направления найдите собственные векторы и собственное значение понятно да хорошо тогда вот на сегодня все